всем привет друзья новые данные по мексике на 12 декабря 2019 года есть существенные изменения о которых я хотел бы вас мои дорогие подписчики проинформировать если вы запланировали иммиграцию через мексику и пока ищите место где это можно сделать очень быстро для вас самым оптимальным будет подача в нагалис придется проехать на автобусе из тихуана или из мификали и подавать там значит статистика сейчас по очередям такая если вы приедете в нагалис очередь максимум 24 часа тихуана также остается много людей в среднем две-три недели мексикале все можно сделать быстрее до 10 дней ларис ехать вообще не нужно так как беженцев на тех кпп том судебном округе не принимают по решению администрации президента сша и верховного суда в америке если бы я сейчас ехал подавать на убежище конечно выбрал нагалис проблемы с объездом в мексику остаются решать заблаговременно потому что просто так ехать чтобы вас вернули кстати тут то что на границе сейчас произошла разгрузка по очередям это как раз связано с проблемами въезда в мексику не рекомендую вам без договоренности без полной информации о въезде вообще пытаться двигаться в сторону мексики я каждый день отслеживаю форум русскоговорящих даже граждан с российскими паспортами тщательно досматривают просят обратный билет не говоря уже о паспортах средней азии хотя вот сейчас у нас девушка из грузии заходила то есть она въезжала через канкун ее встречал там родственник из сша кстати большой плюс если у вас есть родственники в америке если они будут ехать с вами или встречать вас мексики лучше всего чтобы они ехали вместе с вами и москвы или из европы если у вас будет транзитный рейс конечно вы получите возможность шансы на въезд намного выше чем если вы ехали просто так лежали бы просто так интересная мне новость попалась по поводу швеции попросил нашего эксперта по румынии по швеции прокомментировать эту ситуацию в общем там так все складывается что люди приезжают как туристы в швецию дальше покупают автомобили самый дешевый автомобиль подает декларацию на этот автомобиль получают четыре цифры и устраиваются на самые невысоко оплачиваемые работы я бы сказал самые низкопрофильные профессии причем шведы стараются по максимуму держать зарплату не платить зарплату я так думаю что ближайшее время все отменят вообще европа пользуется популярностью потому что не могла пройти просто так реформа администрации сша президента администрации сша связаны с со сроками воссоединения семьи с ограничениями на въезд в мексике давлением на мексиканцев на въезд со стороны гуан сайпан на острова для граждан российской федерации на преследование нелегалов сша людей там всячески унижают хотя америка страна эмигрантов и сейчас европейские страны даже более лояльны к эмигрантам чем это происходит в америке так друзья отслеживайте наши новости удачи вам в эмиграции всем всего доброго увидимся пока а